Доброй рано, добрый день и добрый вечер в Шетке. Вы на канале Словенчина по-нашему. Меня зовут Илья. И мы продолжаем учить словацкий язык. Сегодня, наконец-то, дождались. Мы начинаем А2. Крижем-кражем. Эту книгу, которую все знают, которая не является идеальной, но вам даст общее понимание, что такое словацкий язык. Конечно, со мной мы попробуем разобрать детальнее. Немножко от себя добавлю что-то. Но помните, что крижем-кражем она известная, но, как для меня, ее недостаточно для того, чтобы действительно выучить словацкий язык. Поэтому, если хотите действительно учить словацкий язык до глубины, у вас есть возможность посетить курсы со мной лично онлайн. Я часто провожу наборы группы в Телеграме. Вы можете подписаться и всегда быть в курсе всех наборов. Также разные тесты информации тоже у меня есть в Телеграме. Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Также подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые видео. Сейчас достаточно часто будет выходить видео по А2. Пройдем вместе. Все ваши вопросы, которые у вас возникают, пишите под видео. Я думаю, вы уже знаете. Итак, начнем. Крижем-кражем. Словенчина А2. Также книга может быть в разных редакциях. Это конкретно у меня 2009 года. Скорее всего, у вас будет новее. Но в целом смысл тот же. И опять же, то, что тут написано, оно не особо отличается и на само обучение особо не влияет. То есть, если у вас немножко не точно будут тексты или какие-то упражнения, ничего страшного. Можете их также делать. Принцип будет тот же. Итак, что касается этой книги. По лекциям тоже вы можете здесь прочитать, какие они будут. Также это основные темы, которые мы проходим конкретно на курсе YouTube. Если вы хотите больше пройти, то у меня на курсе мы проходим всегда намного больше, чем в этой книге. То есть, это всего лишь как такая план-основа. Но она не является основной книгой как таковой у меня. Так что, если вам интересно и действительно хотите учить словацкий, что вам срочно нужно, то пишите в личное или записывайтесь на курсы. Эта книга, она хороша, но у нее есть свои недочеты. Недостаток информации — это главное из них. Особенно объяснение правил и всяких уточнений, которых нет в этой книге. Она сделана больше для тудзинцов, так называемых. То есть, не граждан Словакии, для тех, кто приезжает в Словакию, для более быстрого покружения. Но, опять же, глубокие знания вам оно не особо даст. То есть, вы можете с ней познакомиться со Словакией, немножко поговорить про культуру, про менталитет, но это все очень поверхностно. Впоследствии мы будем проходить некоторые темы. Я вам буду рассказывать, где что, какие неточности здесь могут быть. И, в целом, мы будем обращать внимание на какие-то моменты, которые не даны в объяснении. То есть, просто правила и все, а без какого-то текстового объяснения я буду вам помогать пройти эту тему. Но все же у нас на курсе разбирается все намного детальнее. Если кто из студентов смотрит, можете написать, что в какой-то теме, как мы ее разбираем. Дальше. Начнем первую лекцию. Программ Созачина. Программа, опять же, возвратный глагол, начинается. Программ Созачина. И это, что касается темы такого шоу. Здесь мы сейчас в первой лекции просмотрим один такой диалог программу шоу-конкурс, который будет проходить между кем-то и кем-то. Потом я вас прошу. И переведем также весь текст. Итак, давайте начнем. Программ Созачина. 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 Сом меский тип. Роберт, мой брат. Наоборот? Это значит, что вы его сестра? Препащите, это был тип. Теперь скажите, кто пришел с вами как ваш фанушик. Пришел со мной мой коллега Карло Биаджотти. Он итальян, но учится по-словенски. Добрый вечер, Карло. При нем есть одна дама. Кто это, Зузана? Это моя сполубывающая, Johanna Марк. Я из немецка, но тоже говорила по-словенски. Градуруем. Я никогда не учил ни один язык. А видимо, что разумеют немцы и итальяны. Дякую за разговар. Можем выиграть хру? Ано. Ано. Позор, отзывы очень тяжелые. Днешная тема является ЧО ВИТЕ О СЛОВЕНСКУ? Првая отзыва. Ако са вола ВИТЕ СЛОВЕНСКИЙ ХРАД? ПАНИ ЗУЗАНА? Слечна, вола са Спишский храд. ВИБОРНЕ! Зузана, ма тебе один бот. Друха отазка. Тото е славный образ. Ако са вола его автор? Бол то Словак. ПАН РОБЕРТ? ПАН РОБЕРТ? МЫСЛИМ СИ, ЖЕ Е ТО АНДИ ВАРХОЛ. Ужасный, пан РОБЕРТ! ЗУЗАНА, МУСИТЕ БИТЬ РИХЛА АКО ВАШ БРАТ. Пан РОБЕРТ, МАТЕ ЕДЕН БОТ. Е ТУ ТРЕТЯ ОТАЗКА. Е ТУ ШТВРТА ОТАЗКА. ДРАВОЛ, ПАН РОБЕРТ! А ТЕРАЗ ШЕСТА ОТАЗКА. МИЛИ ПРИАТЕЛИЯ, Е ТУ ПОСЛЕДНА ОТАЗКА. КОНCENTРУJТЕ СА ПРОСИМ. АКО СА ВОЛА ЗНАМИ БРАТИСЛАВСКИЙ ФУТБАЛОВЫЙ КЛУБ? ПАНИ ЗУЗАНА? МЫСЛИМ СИ, ЖЕ СПРАВНА ОТПОВЕДЬ Е ТАТРАН БРАТИСЛАВА. О, ТО Е МИ ЛЮТО. НЕ Е ТО ТАТРАН. ПАН РОБЕРТ? ФУТБАЛОВЫЙ КЛУБ СА ВОЛА СЛОВАН. АНО, АНО, Е ТО СЛОВАН. ПАН РОБЕРТ, А ВЫ СТЕ ВИТАЗ, ГРАТULUJEM. ВЫHRALI СТЕ КОЛЕСКОВЕ КОРЧУЛЕ. А ВЫ, ПАНИ ЗУЗАНА, НЕМУСÍTE BYŤ SMUTNÁ. PRE ВАЗ Е ТУ КНИХА ОД РИХАРДА РИŠАВЕHО. МОЙ ЖИВОТ. Е ТАМ АЙ МОЙ ПОДПИС. TAKŽE ТОТО БОЛ ДИАЛОГ, ШОВ. А МЕДЗИ КИМ А КИМ, МОЖТЕ ПОВЯДАТЬ. ТАКИСТО ВСПОМЕНЬТЕ СИ, ЧО ЭТО ЗА ПАД, КАКОЙ ЭТО ПАДЕЖ. ТАКЖЕ, СУБОЙ АЛЕБО СУТЯЖ, МЕДЗИ, КИМ ЧИМ, АНО, ИНШТРУМЕНТАЛ. ТАКЖЕ, РОБЕРТ ЗУЗАНА, АКУ БУДЕМ ИШТРУМЕНТАЛЫ, МЕДЗИ, ЗУЗАНОВ, А, КИМ ЧИМ, МУЖ, РОБЕРТОМ, МУЖЕМ. ДАВАЙТЕ ПЕРЕВЕДЕМ. БИТАЙТЕ В ДРУГОМ КОЛЫ, ДОБРО ПОЖАЛАВАЙСЬ ВО ВТОРОЙ КРУГ. МЕНЯ ЗОВУТ РИХАРД. РИШАВЫЙ, НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ, НО КАКБЫ, РИШАВЫЙ, ТОЖЕ РЫЖИЙ ПО-СЛОВАЦКИ, НО ВОТ РИШАВЫЙ, У НЕГО ФАМИЛИЯ. И ЭТО МОЯ ПРОГРАММА, СЕМЕЙНАЯ ДУЭЛЬ. ЭТО МОИ ДВА КАНДИДАТА, РОБЕРТ ШАЛТИС, ПАН РОБЕРТ ШАЛТИС, ИЛИ ШАЛТИС, КАК ВОТИТЕ, ТОЖЕ. ТУ СУ МОИ ДВАЯ КАНДИДАТИ. ВИДИМ, РОБЕРТ ШАЛТИС, ОН БЫЛ ПЕРВЫЙ, ЗНАЧИТ МУЩИНА. ТО ЕЕ УЖЕ В ГРУПЕ ЕС МУЩИНА. ПОМНИМ, ЧТО УЖЕ НЕ МОЖЕ СКАДАТЬ, ТУ СУ МОИ ДВА. ДВА, ДВА, ЭТО МУЖСКОЙ НЕЖИВОЙ. ТОЖЕ САМОЕ ДВЕ, ЭТО ЖЕНСКИЕ, ТОЛЬКО ЕСЛЕ БМУЩИНА НЕ БЫЛО. НОЛЬ ТОЛЬКО МУЩИНА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ГРУПЕ, СРАЗУ ДВАЯ КАНДИДАТИ. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, РИХАРД. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, РИХАРД. И ЕГО ЖЕНА МАНДЖЕЛКА ЗУЗАНА ШОЛТИСОВА. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. И ОНА ГОВОРИТ, Я НЕ ЖЕНА РОБЕРТА. РОБЕРТОВА МАНДЖЕЛКА, ПОМНИМ, ЧТО ВЛАДЕНИЕ КЕМ-ТО. ТО ЕСТЬ ПОССЕСИВ, РОБЕРТОВА МАНДЖЕЛКА. ПОМОНИТЕ, ТАМ БЫЛО КАМАРАТ КИНА, ИЗБА, НАПРИМЕР, ИЛИ РОБЕРТОВА МАНДЖЕЛКА, ВЛАДЕЛЕСЬ МУЩИНА ОВА, ЖЕНЩИНА ИНА. И в данном случае тут я не его жена, я, и он перебивает, говорит, не, но мои информаторы всегда говорят правду, но только в понедельник, а сегодня среда. ТО ЕСТЬ СНАЧИСА БЫТЬ ВТИПНЫМ, А ТАКИМ ЩЕКОВНЫМ, БИСТРЫМ, АЛЕ НИ ВДЫСАМУТО ПОДАРИ. ТО ЕСТЬ ПЫТАЕТСЯ БЫТЬ ТАКИМ ЛОВКИМ, СМЕКАЛИСТЫМ, НО НЕ ВСЕГДА ЕМУ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПОСПРОИЗВЕСТИ, да, ПОТОМ. ГОСПОДИН РОБЕРТ, МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ СА? СА, ОПЯТЬ ЖЕ, ВОЗРАТНОЯ ЧАСТИЦА. МЕНЯ ЗОВОТ РОБЕРТ ШАЛТИС, Я ИС ПОПРОДА И РАБОТАЮ МЕНЕДЖЕРОМ. ПРАЦУЕМ АКУ МЕНЕЖЕР, ТО ЕСТЬ У НИХ НЕЧАСТО ГОВОРИТСЯ ПРАЦУЕМ МЕНЕЖЕРОМ, да, ТО ЕСТЬ, ЭТО ТАКОЙ РАЗГОВОРНЫЙ ВАРИАНТ. ПРАЦУЕМ АКУ МЕНЕЖЕР, ТО БУДЬ ГРАМАНТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ. ДАЛЬШЕ, ЧЕ РОБИТЕ КАЙТНЯ ПРАЦУЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЕ, КОДА НЕ РАБОТАЙТЕ? МАМ РАД ШПОРТ А ГУДБО. ТОЖЕ НА СЧЁТ МАМ РАД МЫ БУДЕМ ДАЛЬШЕ ВСТРЕЧАТЬ. Сразу наперёд немножко скажу, старайтесь не говорить глагол после мамрат, да, то есть это иногда можете встретить в разговоре, очень редко, но мамрат, кого, чё, то есть идёт существительное какое-то, да, шпорт, гудба или процесс какой-то, тоже с этим разберёмся, там другая часть речи идёт, к которой мы вернёмся чуть позже. То есть он трошку проявил неудству, то есть неуважение, то есть он явно дал знать, что это какая-то такая очень скучная вещь у него, то есть скучное хобби. И сейчас вы, госпожа Зузанна, опять же именно госпожа, она говорит девушка, да, сом слэчна, то есть примерно разница как мисс и миссис в английском, то же самое есть пани и слэчна. Пани будет неуместно сказать молодой девушке, это дама или женщина, вряд ли вы скажете там школьница, студентки, женщина, да, это девушка будет скорее всего. И вот она настаивает уже второй раз, да, а он как до сих пор думает, что она его жена как бы пани, да. И вот я девушка, я ещё не замужем, не сом вида-то, да, действительно, я студентка, учусь или обучаюсь медицине, учу медицину в Братиславе. Я люблю покупать, видим, рада накупуем, мам пропала уже, то есть уже глагол идёт, рада накупуем, мам рада прехацки. И тут вернулась мам, потому что уже не глагол следующий, идёт существительное. Я городской тип, Роберт мой брат. Это значит, что вы его сестра. И опять же, в тип, шутка, припасите, кто был в тип, извините, это была шутка. Сейчас скажите, кто пришёл с вами как ваш фанат? И она и ака, можете повыдать, злая, например, да, на него, нагневана. Со мной пришёл мой коллега Карло Биаджотти, он итальянец, то есть е-итальянец, е, он является итальянцем, но учится словацкому языку, учится по-словенски. То есть не то, что он изучает словацкий в школе, в университете, а просто он обучается, обучает себя словацкому языку. То есть где-то он ходит на курсы или сам учится. Добрый вечер, Карло, возле него есть, является одна дама, да, при нём, при ком, при чём, локал. Кто это, Зузана? Это моя соседка, Йоганна Марк, она из Германии, но тоже говорит по-словацки. Поздравляю. Град Тулуин, так и переводится в данном случае тоже. Поздравляю, то есть хорошо для вас, поздравляю. Я никогда не учил никакой заграничный язык, иностранный язык, но вижу, что меня понимают и немцы, и итальянцы. Заса, поедал трошку так не у Стиво, да, немножко сказал невежливо. Дякуем за разговор, можем играть в игру. Спасибо за именно не поговор, да, не путайте, а разговор это разговор наш или интервью. Поговор это собеседование, тут не пересекаются эти переводы. Можем играть в игру, мы можем играть в игру, да, да. Внимание, вопросы очень сложные, сегодняшняя тема является, что знаете о Словакии. Первый вопрос. Как называется Большой Словацкий замок? Госпожа Зузана. И опять. Слэчна. То есть она не дама, не женщина, она девушка, и он опять исправляет его. Он называется Спирский град. То есть Спирский замок, Спирский град. Кто был на выходе Словэнска, так, в Кочицях, наприклад, оно, кто било в Кочицах, в Прешове, або там около, в Попраде, так, это вполне выходо северно. Такая часть Словэнска. Спирский град при Спирской новой вси, это место. А там я такие страшный Обровский град, который я не знаю в этих в выходной Европе. Отлично. Зузана, у вас один балл. То есть имеете один балл. Второй вопрос. Это знаменитый, именно не рисунок, имейте в виду. То есть это как картина знаменитая. То есть славный образ уйдет в мужской рот. Не путайте словом образок. То есть если вы скажете образок, это рисунок, картинка. Если кто-то нарисовал картину, это не картинка, это картина. И вот это вот окончание ок может обидеть человека, да, если он художник, там, год рисовал картину какую-то, да, все в нее вложил, выбираете. Красивая картинка. То есть это некрасиво за сыне уцтиво, да, уцтает уважение. И вот это знаменитый, знаменитая картина. Как называется, или Аку Сабула его автор, то есть как называют автора или как зовут автора Аку Сабула. Это был словак. Господин Роберт. Если же это Анди Вархол. То есть я думаю, что это Энди Вархол. Отлично. Ужасны. Да, помните, что у тянем, жасны тоже тянем, эс дожнем говорим как э. Ужасны. Господин Роберт. Зузанна, вы должны быть быстро, как ваш брат. Господин Роберт, имеете один балл. И здесь третий вопрос. И вот подошел третий вопрос. И вот третий вопрос. Подобные переводы, они все принимаются. Здесь четвертый вопрос. Опять поехали на четвертый вопрос и так дальше. Браво, господин Роберт. Зузанна, вы должны быть быстро. А сейчас шестой вопрос. Милые приятеля. То есть милые друзья, хорошие друзья и так дальше. То есть милый, это по сути добрый. Дорогие друзья тоже можно сказать. Это тут последний вопрос. Это посланная от Аска. Да, сконцентрируйтесь, пожалуйста. Как называется знаменитый Братиславский футбольный клуб. Можно знамый заменить на слово популярный. Можно так сказать. Но опять же, популярный это международное слово. Знамый это чисто словацкое. Да, знамый. Ой, о, то и милюто. Не, это от Атран. Она, то есть Зузана, тут извиняюсь, пани Зузана. Он отвечает. Я думаю, что это правильный ответ, что правильный ответ это от Атран Братислава. Она, мислим си. Обычно, когда вы что-то говорите, когда мислим говорите, вы же говорите скорее всего о какой-то конкретной вещи. То есть я думаю, что это хорошая идея. Или вот она думает о этом клубе. Си там скорее всего будет. То есть сам глагол мыслить, это думать, обдумывать. Но мыслить си, это уже когда вы к делу подходите и объясняете себе, что или кому-то, что вот я думаю, что это хорошо, что вам сказали. И конкретно об этой вещи вы будете говорить. Вот мыслим си вы скажете. Просто мыслим, это я думаю. Что робишь, мыслим? То есть про что делаешь, я думаю. Размешля больше чаще будет, но мыслим тоже можно сказать. О, то и милюто, мне очень жаль. Это не Татран, господин Роберт. Футбольный клуб называется Славан. Да, да, это Славан, господин Роберт. И вы победитель, поздравляю. Да, Витяз победитель. В игролисте вы выиграли. Колесковые корчулы. Слово корчулы, это ролики. Если мы добавляем колесковые, это 100% ролики на колесиках. Потому что если просто скажут корчулы, это может быть и коньки, и ролики. Если мы говорим про данный контекст, то колесковые корчулы, это только одно значение. Но если вот сейчас зима будет, будут везде катки, также, если пойду корчулевать са. Корчулевать са, это кататься на роликах, точнее на коньках, или на роликах, опять же. Идем сокорчулевать. То есть тут нет контекста. Но если зима, вы вряд ли пойдете на обычных роликах. То есть из контекста понимаем, что корчулы на ляд. Это именно коньки. Колесковые корчулы так и будут с колесиками. Как стромчик и вяночный стромчик. Да, стромчик это деревцо, маленькое. А вяночный стромчик это все вместе елка новогодняя. Но сейчас вы можете услышать везде стромчик, стромчик, стромчик. Это понятно, что елка, скорее всего, рождественская. Про вас есть эта книга. Для вас здесь книга. От Рихарда Ришавего. Моя жизнь. И там мой подпись. Моя подпись. И там мой подпись. Гратулуя. Е-бр. А так делай. Также можете себе поразмышлять, что бы те повода ли о том модераторуи. Что бы вы сказали об этом ведущем. То есть помните свои слова характера. Также, конечно, на уроках со мной, в группах, мы разбираем намного детальнее. Учим дополнительно. Качества, которых здесь нет в книге. Но опять же, это курс чисто по книге. То есть стараемся из него не выходить. И давайте немножко послушаем следующие варианты. Рихардовое хвезди. Что у нас не вьете. Что вы о нас, то есть в скопках не понятно, знаете или не знаете, да. Давайте послушаем. Работа. Что вы видите о Johане? Вито, что студентка из Немецка. Моментально студентка на Словенске. Народила са в августе 1986. Вито, что свободна. Штудентка архитектуры и ма рада модернный дизайн. Йохана рада накупует и рада спит. Говорит по-немецки, по-словенски и по-французски. Ма рада капучино и думаю, что рада шпортует. Мам для него колесковые корчуле. Можем са сполукорчуле. Итак, что я знаю о Йогане? Попробуйте тоже перевести. Обозначьте слова, которые вы не уверены. Сейчас я вам все переведу. Что я знаю о Йогане? Эта студентка из Германии сейчас живет в Словакии в Братиславе. Родилась в августе 1986. Она не замужем. Я свободна, да, свободная. Учит, изучает конкретно архитектуру. То есть, опять же, штудовать и учиться. Это два разных глагола. Штудьюм. Это конкретно связано со студентом. То есть, университет, скорее всего. Или средняя школа тоже. Штуденти. А если учиться, это просто вы сидите и решили поучить что-то. Вообще не связанное особо с обучением. Или это может быть связано, но не обязательно. Штудовать, скорее всего, что-то там какая-то школа или университет. И любит современный дизайн. Йогана любит покупать, скупляться и любит спать. Говорит по-немецки, по-словацки и по-французски. Любит капучино. И думаю, что... Или мислимси. Я думаю, что любит заниматься спортом. У меня для нее ролики. Понятно, колеску, опять же, на колесиках. Но у нас просто это ролики. У нас коньки, ролики. У них особо такого нет. И мы можем вместе заниматься... Ну, кататься на роликах. Мы можем вместе кататься на роликах. Итак, давайте попробуем сказать, что сказал Роберт о Йогане неправильно. Можете еще раз переслушать текст или прочитать его. И попробуем что-то здесь написать. Итак, первое. Не народе лоса в августе. То есть это первая неправда, потому что у нас есть так называемый ISIC или сокращенно такие буквы. ИСИЦ. То есть International Student Identity Card. ИСИЦ. По всей Европе и даже по всему миру, где это включено в обучение, то есть у университета такая возможность есть. Это студенческий удостоверение, студенческий билет по-нашему. Он добавляет, по сути, разные скидки, бонусы. В Словакии, например, если вы студент до 26 лет, то есть меньше 26, вы можете бесплатно пользоваться поездами по Словакии и дополнительно иметь скидки на транспорт городской. Опять же, там есть нюансы, их все разбираем детальнее на курсах. Тут пока не отходим от этой темы. Если мы говорим про студентку Йоганну, то есть университет Берлин, понятно, Германия, скорее всего, Йоганна Марк, но смотрим. 1, 4, 86, а он сказал август. То есть август это 8 месяц. А то мы мы 4. И вот эти вот даты тоже попробуйте сказать. Там несколько вариантов, как можно сказать. Первый, самый официальный, грамматически правильный. Народило са 1 априла 1986. С годом очень просто в словацком языке. Мы особо его не склоняем. То есть, когда нам нужен какой-то конкретный контекст, мы можем сказать 80-го, 6-го. Можно сказать. Да. 1980-го, 6-го. Склоняем только последние 2 цифры. Но это очень редкие моменты. То есть, обычно, когда дату говорим, мы говорим в номинативе кто что. Просто что? 1986. Не в 6-ом, 6 просто. И как мы скажем, 1 апреля. 1 априла. Или второй вариант, более разговорный. 1 априла. 2 априла. 2 априла. Тоже такой вариант допускается. Потом. Плотность. Или валиды. Ты тоже тут английский со словацким вместе идет. То есть, до кэдэе про указ платный. До какого дня, до какого момента это удостоверение действует. И мы смотрим. 2010. Да. То есть, до року 2010. До. Это препозиция от генитива. С ней тоже потом будем разбираться. Итак, давайте посмотрим, что еще здесь можно ответить, что не так он сказал. Второй момент. Слободно соглашаемся, то есть, скорее всего, свободно то, что было сказано в этом тексте. Вот забыл, посмотрите здесь, вот, говори по-словенски, ганамарки и так дальше. Здесь дополнительная информация, они есть, но больше здесь, конечно, сказано. Так, потом, про архитектуру, правильно ли он сказал? Да, то есть, архитектуру вряд ли это будет правильно. Поещите, переслушайте еще раз, что она конкретно изучает. И здесь, и здесь, в общем-то, и перед этим в А1 тоже вы можете что-то вспомнить. Это все связанные диалоги. И о Йогане, если вы, как бы, уже выучили тогда секундарную ее жизнь, то знайте, что она не штудует архитектуру. Она штудует нечего иное. Кто себе помет так, люди напишите. Что она учит, действительно изучает. Можете написать под видео. Кто внимательно слушал А1, то знает, что она учит. Дальше. Также напишем Йогана. Напишу ей просто. Не штудует архитектуру. Если мы говорим про следующее, что еще он там говорил? По-французски язык он сказал что-то, да? Вот. Говори по-немецки, по-словенски, а по-французски. Немецки оно, словенски оно, але французский язык ето отазны. Нигде мы это не видели до этого раз, так же не штудует, але бы не говори по-французски. Потом. Штыри. Рада накупуя, але бы не. В следующей лекции мы это посмотрим. Во второй, там еще больше откроется, но она не ма рада накуповать. Ано. То есть не рада накупуя, извиняюсь. То есть не ма рада накупованье. Потом. Если мы говорим про следующий вариант. Ма рада шпортуванье, але бы не. Помните, в каком-то из диалогов было, что не ма рада шпортуванье, или не рада шпортуем. Да, то есть она любит другой отдых, не любит заниматься спортом. Зузана наоборот, да. Йохана не. Также можете дописать те же. Йохана шпортуе, не рада шпортуе, да. Это Йохана не рада шпортуе. Так. Доброе, диалог. Второе задание. Акио Таски дал Йохане редактор, напишите. Тут еще раз можете переслушать диалог. Идеально будет, если вы просто его послушаете и попробуете сразу ответить. То есть просто послушать, даже не видя текст, потому что это как раз будет следующей ступенью изучения слова, поскольку когда мы будем из текста, который нам был сказан, который мы не видели, мы должны взять информацию или ее изложить еще раз, или для себя перевести, ответить на это и запомнить еще на всякий случай и так далее. Разные вариации. С вами, конечно, я тут не могу дискутировать. Пока такой возможности нет в интернете, но на курсах мы это обязательно проходим. Мы разбираем максимальное количество ситуаций, предполагаем какие-то возможные вопросы, результаты этих действий и так дальше. То есть все, что окружает конкретно каждого студента, мы пытаемся проработать. В данном случае редактор соопитал. Акоса Вола ваша с полубива юца. То есть как зовут вашу соседку? Зузана Шолтысова. Потом. Тут ясный вопрос, да? Откуда она? Откель е? Или можно сказать, конечно, где бива, где жи е? Но это уже такие вопросы, которые более детально. Обычно первый вопрос идет откель е Зузана. Ес по проду. Также можете вспомнить она словачка, как вы скажете. Она из Словакии, она словачка. Она е словенка. Потом. Далша утаска. Штудую медицину, не працую. Изучает медицину, не работает. Также тут уже нюансы могут, как хотите. Вы можете спросить, что она делает. Она учится или работает. Кем она работает тоже. Любой вопрос может быть. Что-то одно тут вряд ли будет. Ну, например. Чё роби Зузана, например. Можно сказать. Должень. Зузана. Чё роби Зузана. Куда мы велки письма, но большую букву напишем. Чё роби Зузана. Алэбо. Зузана працую, алэбо штудую. Алэбо чё роби Зузана просто в целом. Да? И вот ответ в штудую медицину. Дальше. ЕВЭЛНИМИЛА ОПРИАТИЛСКА. Какой вопрос может быть? Помните, прилагательные, предметники, да? То есть какие-то детали. Ака е Зузана, например. Какая Зузана? Алэбо. Попиште Зузану. То есть пописать это описать. Ну, чаще и проще будет ака е Зузана. Тоже. Опять же, ака. Пишем тут должный внимательно, потому что приятельска, мила, одна группа. Какой вопрос, такой ответ. Прилагательные с должными в 90% случаях ставятся в конце. На корень первый, помните. Красный, краткий, например, рыхлый. Дальше. Редактор. Что спрашивает? Не, не говори, алэя говорим по-словенски. Тут ли так ясно уже? Чи говори, алэбо говори Йоганна по-словенски. Алэбо говори Зузана по-словенски, по-немецки. То есть кто там был, да? Мы говорили про Зузану. Да, то есть говори, Йоганна отвечает. Говори Зузана по, скорее всего по-немецки. Потому что Зузана, помним, она и словенка. Так что по-немецки не муси ведеть. Але Йоганна ве. Она и немка. Не ез немецка. А ве и по-немецки, а и по-словенски. Зузанна Лен по-словенски. Также мы можем спросить, Чи говори Зузана по... Да, и там дальше язык какой-то по-немецки. Или просто Говори Зузана по-немецки. Но тут интонация обязательно, потому что вы можете сказать утверждением Говори Зузана по-немецки. То есть, ну это странный, конечно, порядок слов, но интонация здесь важна. Все равно, что вы скажете, Зузана говори по-немецки. Зузана говори по-немецки. Такое тоже можно встретить в речи. Да, то есть, внимательно с интонацией. Если поставите Говори на первое место, Зузана по-немецки. Тут уже, конечно, мы скажем как есть. Да, тут скорее всего это вопрос. Так, добрый, дальше. Че я правда о Зузане? Опять какая-то будет информация. Зузана рада накупуе. Да, опять же, комикс. Можете поднять, посмотреть. Рада накуповать, алибо не. И что бы сте повидали? Сделайте это упражнение. Сейчас перейдем его вместе. Ано, то есть. Ано, можно, накупуе. Дялей. Зузана и Карлова сестра. Не. Зузана и кого сестра? Робертова. Ано. То есть, никак. Зузана выиграла ТВ сутяж. Кто выиграл сутяж? Соревнование или какое-то, ну, такое сутяжение, как конкурс тоже можно сказать. Ну, это больше соревнование с кем-то. Битва тоже может быть, но это тоже такой субой больше. Так же, Зузана не выиграла. Выиграл ей брат, Роберт. Потом. Зузана и слободна. Зузана не замужем. Ано. И Зузана працует в немоцнице. Внимательно. Еще не. Затя он е студенткой. Ано. Так. Добре. Але доштудуя медицину. Так же, то есть. Наперед вам говорю. То есть, то есть, допреду вам говорим. Доштудуя медицину а буди лекарком. Але то уж, как будете сполу со мной позерать до книги, так пройдем до дальших частей. А там будет поведено то. То есть, если вместе останемся до B1, B2, там вы увидите, что... Как ее развивается история. Добре. Че поведало Зузана о Карлове? Напишите. Тут уже не могу сказать, как вы напишете. Да, то есть, что конкретно здесь будет. И что вы вспомните, у вас будет свой рассказ какой-то. Например, Карлова и мой камарат. Я в итальянском онародился. То есть, вот дата у вас есть. Вспомните, как ее сказать. Если есть точка, помните вопрос, кто Ре Го. Окончание, скорее всего, такое же должно быть. То есть, если у нас число от 21, оно склоняется и первая цифра, и вторая. То есть, 21 точка. Мы уже скажем, 20-го, первого. То же самое 22. 20-го, другого. И так дальше. Десять мы можем сказать двумя вариантами. Октябрь, октобра или десяти. И так, и так можно сказать. То есть, 22-го, другого, десяти. Или 22-го, октобра, тысяч, девять, сто, семь, пятьдесят девять. Числа тоже еще раз пройдите, если вы их неуверенно говорите. Старайтесь по-словацки говорить. Они очень похожи, но вы учите их по-словацки. Потом. Университа. Фирма Пэтрол. Помните? То есть, где-то работает. Фирма Мотор Пэтрол. Рената Сабова, лекторка Словенчины. Что-то помните из лекций. Да. Также Високе Татрии, Доволенко. Все это или было, или будет. По сути, все эти моменты вы можете рассказать. Вот взять какой-то пример. Жена родился в Року 1979. Штудую на университете в Тальянску. Алабо штудовал на университете в Тальянску. А ну, кто си спознал то-то место, так может поведать. То есть, Венецию, как по-словацки написать, тоже. Если вспомните, можете в комментариях добавить. Фирма Пэтрол. Также працовал во фирме Пэтрол, например. Или працует во фирме Мотор Пэтрол. Его учителька, або его лекторка Словенчины, Савола, Рената Сабова. Его наилепший камерат, або просто коллега, я Роберт Шолтис, также брат Зузаны. А Карло муси цестовать, наприклад, пряо его працу, квозь его праці. А потім ма рад, наприклад, своих камератов, а рад трави час со Зузаном, або ходи на доволенку до Татяр, наприклад. То есть, тут уже, как вы хотите, можете сказать. То есть, подряд историю собрать, как вам удобно. Дальше. Здесь, что касается тоже прошлых тем, как бы, да. Працуе Роберт, ако учитель, менеджер. Не, Роберт не працуе, ако учитель, ако менеджер. И дальше. Говори Роберт по-итальянски, по-английски. То есть, не. То есть, вам нужно сказать, что он не говорит по-итальянски, но говорит по-английски. Попробуйте тоже сделать. Сейчас все вместе напишем. Также. Говори Роберт по-итальянски. Не. Роберт. Не говори. Помним, все глаголы вместе с отрезательной частицей, кроме глагола быть. Там будет не сом, например, да. Или не е. То же самое. Не говори по-итальянски. Але. Запятая. Але. Тут итальянски напишу. Заметьте, тоже нюанс. Але. По-английски. То же самое здесь нюанс. То есть, здесь не идет прилагательное. Тут мы, конечно, должен быть не поставили. И здесь не идет. Здесь идет наречие. Да. По-английски. По-английски. Как? Ако. Вопрос. Но, если это английский язык, мы напишем. Английский язык. При этом, тальянский, мы не скажем тальянский. Почему? Посмотрите внимательно на это слово. И скажите, почему в прилагательном не будет должни на ипсилон. Это я объяснял. Обязательно вспомните. А1. Тоже. Можете дописать дополнительно в комментариях. Тут домашних заданий будет много. Да. Спокойно в комментарии пишите. Заодно проверим, помните или не помните. Дальше. Гра Роберт теннис. Корчуливать са. Не. Не. Роберт не гра теннис. Але. После але оно себе может притянуть са. Помните. То есть союз а и запятая не может себе са притянуть. Але может. Да. Але са корчулюе. Например. Потом. Чита Роберт рад книги. Тоже. Странная как бы постановка вопроса. Но такое тоже бывает. Роберт рад чита книги. То, что вы чаще услышите. Чита Роберт рад книги. Тоже можно сказать. Не. Он не рад чита книги. Але позера фильмы. Потом. Ма Роберт рад оперу. Рок а поп. Не. Карло не ма рад оперу. Але. Рок а поп. Але. Але. Ма рад рок а поп. Тоже можно сказать. И последняя утазка. Е Роберт Йоганин брат Зузана? Не. Роберт не е е Йоганин брат. Але Зуза. Окончание. Кого? Зузанин. Не говорим Зузанов. Это мужчина владелец. Зузанин брат. Але. Е братом Зузаны. Тоже. Ким чим. Тоже можно сказать. По сути. Так. Так. Это была первая лекция. Первая часть первой лекции. Во второй части мы разберем ассимиляцию. Так. Очень коротко это пройдем. Конечно. Все это опять же сложно пройти вот в таком формате. На курсах мы про... Я проговариваю с каждым эти упражнения. Также дополнительные задания задают. То есть здесь это только на вас, как вы услышите. И как вы потом прочитаете. И как вы потом это будете следовать. Я не могу вас проверить всех. Да. Но вопросы свои можете задавать. Послушаем на следующий раз. И также диалог вот этот будет нужен нам на следующий раз. Также тут у Биболов. Шетку наобнес. Увидимся наобудиться. Огойте май теса. Пишите свои вопросы. Подписывайтесь на телеграм. Подписывайтесь на ютуб. Ставьте лайки. Что понравилось. Что не понравилось. И дополнительно можете задавать какие-то вопросы. Постараюсь ответить. И впереди еще много нового. Огойте май теса. Субтитры сделал DimaTorzok